всем привет в эфире нехта и события место которым в новинках на лайв канале мы продолжаем рассказывать вам о том что происходит вокруг ну а прямо сейчас подпишитесь на канал если не сделали этого раньше и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие новинки но мы начинаем сегодня в выпуске кибер партизан из дианонили еще 500 ментов на этот раз из кгб лукашенко согласен на все ради российского кредита светлана тихановская встретилась с виталием кличко а потом с биллом гейтсом кремль может устроить химическую атаку на донбассе брэд питт будет судиться с анжелиной джоли кибер партизаны слили данные еще почти 500 кг бистов черную карту беларуси пополнила очередная порция террористов узурпатора комитет государственной безопасности создавался для защиты конституционного строя и государственного суверенитета республики беларусь но вместо этого под руководством террориста лукашенко сотрудники кгб и сами стали преступниками и узурпаторами власти пора стране узнать героев которые врываются в дома мирных граждан избивают и пытают людей а вы нашли своего кгбшника напишите в комментариях по информации от наших подписчиков во время российских учений в беларуси появились погибшие в результате странного инцидента в гомельской области один из российских военных был доставлен в речицкую црб по предварительным данным он погиб от огнестрельного ранения данную информацию подтвердили представители больницы однако подробностей не сообщают и если у вас есть дополнительная информация происходящим напишите нам в бот и возможно лукавый поэтому такой уставший в упомнишь видно что я совсем уставший усатая кокетка в поиске легких денег два пенсионера встретились в бункерах кремля чтобы обсудить очередной кредит узурпатор из беларуси очень надеется хотя бы на пару миллиардиков а его старший брат из россии не теряет надежды присоединить западные земли и восстановить советский союз очередные торги независимостью можно официально объявить открытыми но поскольку это первая встреча в этом году конечно хочется сказать что прошлый год у нас был достаточно продуктивным мы во-первых серьезно продвинулись в области строительства союзного государства наши коллеги поработали плотно 28 программ подготовили хороших идет собственно говоря давно уже развитие по очень многим из этих направлений и у агрофюрера крайне бедственное положение ведь белорусская экономика стонет под гнетом санкций нам сложнее с этими санкциями поэтому я хотел бы и вас проинформировать по этому вопросу как развиваются события по основным нашим компаниям что нужно еще необходимо сделать для того чтобы мы не снизили темпы главное сохранить темпы которые мы набрали в прошлом году но как правильно сказали развитие экономики уже свидетельствует о том что ничего у них не получится удушить они никак нас не смогут на удивление переговоры проходят за малюсеньким столиком так как лукашенко согласился сдать все необходимые анализы и сделать гименопластику чего только не сделаешь чтобы ублажить любимого но я также рад с вами встретиться хотя бы немного разбавить западную элиту эту я надеюсь своими тамбовский волк тебе свой а судя по лицу директора кремля то еще и не особо-то рады зато настоящему президенту белоруссии реально рады светлана тихановская встретилась с мэром киева она поблагодарила виталия кличко за поддержку и за большой бочеба флаг который размещали над мэрией и добавила что украинцы как никто понимают потребность в международной солидарности в тяжелые времена на встрече обсудили помощь белорусской диаспоре в киеве и поддержку белорусских медиа и правозащитников которые работают из украинской столицы так же светлана тихановская встретилась кулуарах мюнхенской конференции по безопасности с биллом гейтсом а а с кем встретился лукашенко только с путиным который дует усатого и в хвост и в гриву каждый человек маленький фрагмент в огромном узоре нашей истории это значит когда мы прикладываем усилия сообща мы способны добиться своей мечты даже если верится в нее с трудом и силу нашего единства мы с оказали в августе 20 мы разувались когда вставали на лавочке мы вместе стояли в сцепке даже на кресте на белорусы были едины и солидарны поэтому нам важно и сейчас быть вместе и мы должны прийти на референдум и сделать свой выбор поставить два крестика в знак несогласия и более подробно об этом расскажет павел латушка я думаю что принимая решение что делать в день референдума каждый из белорусов может поставить себе вопрос согласен с тем что ему запрещено выезжать за пределы беларуси когда ограничен он в правах каждый из нас отвечая на каждый этот вопрос в отдельности или к на все вопросы в целом может дать этот ответ пойти и показать что мы не согласны с тем чтобы этот человек решал нашу судьбу чтобы он контролировал чтобы он властвовал над нами и этот ответ два жирных креста напишите фамилию политического заключенного латушка мой брат двоюродный брат находится в тюрьме и он является политическим заключенным напишите фамилию баба рика напишите фамилию колесникова статкевич знак северинец любого из более чем тысячи политических заключенных на бюллетени и в киньте этот бюллетень сделайте его недействительным это то что мы можем сделать сейчас показать еще раз что мы не согласны с тем что в нашей стране происходит террор мракобесия что узурпатор продолжает функционировать и влиять на наши жизни на наши судьбы и уже не только белорусов а многих соседей и в целом всей европы женская сборная по биатлону останется без медалей на олимпиаде пекине завершились соревнования в женском биатлоне в гонке с массовым стартом анна соло финишировала 10 олимпекова 12 последний раз женский белорусский биатлон без медали оставался в далеком 2006 году на олимпиаде в турине с мужским биатлоном дела обстоят еще хуже антон смольский с четырьмя промахами в последней олимпийской гонке стал 17 россия может устроить химическую атаку на донбассе под чужим флагом перед вторжением в украину американская разведка заявила что россия может использовать химическое оружие на донбассе против местных жителей чтобы потом обвинить украину или сша в смерти мирных граждан в итоге российские власти могут использовать это преступление против человечности в качестве предлога для вторжения в украину завтра мы нападем на украину окружим уничтожим и так далее и это неудивительно ведь гопники из кремля в дипломатию не умеют пацан сказал пацан сделал да гражданка литвы тайком прокралась в беларусь в поисках лучшей жизни но ее задержали погранцы белорусские пограничники задержали днем 17 февраля гражданку литвы которая незаконно пересекла литовско-белорусскую границу нарушительницу остановили на участке сморгонской пограничной группы при себе у женщины были две сумки с личными вещами нож копия паспорта и переведенная с литовского на русский язык свидетельство о рождении и и теперь обязательно лукашенко наградит орденом франциска с карины и отправить жить в лагерь мигрантов в брусгах может даже будет водить нелегалов по своей тропинке военическом море загорелся паром все пассажиры эвакуированы судно выполняло рейс между греческой игуменицей и итальянским бриндизе сообщает sky на борту находились 237 пассажиров и 50 членов экипажа все они эвакуированы подразделениями береговой охраны а также другими лайнерами они доставлены на греческий остров корфу спасли в том числе и 4 гражданина беларуси они не пострадали по предварительным данным пожар начался на автомобильной палубе на европу обрушился разрушительный ураган и ленья больше всего от стихий пострадали германия и польша сильный порыв ветра срывал дорожные знаки валил деревья десятки тысяч домов остались без электричества белорусские синоптики также обещают ураганы будет облачно с прояснениями на большей части беларуси пройдут осадки а порывы ветра будут достигать двадцати четырех метров в секунду но по брестской и гродненской областям ожидается вообще до 30 метров в секунду и это прекрасный повод парням знакомиться с девушками и провожать их в обнимку ведь наших белорусских красавиц попросту может сдуть ветром как и лису в страну ос брэд питт подал в суд на анджелину джоли из-за продажи доли винодельни миллиардеру из россии юрию шеффлеру пара приобрела винодельню на юго-востоке франции в 2008 году и как отмечается стоимость винодельни составляла 28 с половиной миллионов долларов а в 2014 году там прошла их свадьба в иске говорится что супруги договорились никогда не продавать свои доли в компании без согласия друг друга виноградник стал страстью питта и под его руководством он превратился в многомиллионную международную компанию и одного из самых уважаемых производителей розового вина в мире отмечается в документе теперь актер требует расторжение сделки и возмещение своего ущерба анджелина джоли и брат питт состояли в отношениях с 2006 года но через 10 лет джоли подала на развод который состоялся в девятнадцатом году по решению суда лукашенко согласился отдать свой кал путину за миллиардный кредит за каждые 200 миллионов сверху лукашенко пообещал фекалии шпица умки коле а также качановой путин задумался центр избирком сообщает что в бюллетенях на референдум слишком много квадратиков и людям сложно делать выбор поэтому их раздают с изначально распечатанной галочкой это все новинки о которых мы успели рассказать спасибо за внимание и активность комментариях самые оперативные новости традиционно в наших телеграм-каналах в их описании вы найдете ссылку на анонимный бот куда можно безопасно прислать важную информацию а поддержав нас на патреон можно будет делиться информацией в эксклюзивном чате лукта викингов посмеемся с режима вместе ссылку на патреон можно найти в описании или в закрепленном комментарии или просто в конце видео а просматривая рекламу в роликах и нажимая на нее вы поддерживаете развитие нашего независимого канала до скорого живи беларусь а Продолжение следует...